Всем большой привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный, пряный и ароматный рождественский и новогодний пирог. Из чего мы начинаем? У нас, кстати, здесь будет очень много орешков, сухофруктов, цукатов. В общем, будет это обалденный просто пирог. И он у нас будет шоколадный, поэтому будем использовать какао. У меня здесь в деже миксера сливочное масло комнатной температуры. Я засыпаю сюда сахарный песок и отправляю взбиваться. И сейчас добавляем сюда яйца по одному. И сейчас в эту нашу сахарно-маслянистую яичную смесь мы натираем цедру апельсина и мандарина. Натерли цедру и еще буквально одну минутку мы взбиваем. И спустя минуты будем насыпать туда все сухие ингредиенты. Это мускатный орех, корица, разрыхлитель, мука и какао. И будем потихоньку вводить в эту массу. Посмотрите, какое классное у нас тесто густое получается, плотное. Вот такое оно должно быть. Ну а сейчас мы добавляем сюда огромное количество различных сухофруктов, орешек и всего, в общем, цукатиков, как я уже говорила. Сухофрукты у меня здесь достаточно большие. И сейчас я буду их разрезать. Вы делайте как хотите. Если кому-то нравится, что они бывают большие, вуаля. Но слишком мелко я их делать не буду. Потому что хочу, чтобы они прям так нормально у меня ощущались там. Поэтому произвольно абсолютно разрезайте. Обязательно, когда вы покупаете сухофрукты, вы их моете. Потому что неизвестно, где они валялись и где были. Можно очень сильно отравиться. Мойте и дайте им подсохнуть на полотенце. Так, все это мы сейчас сюда забрасываем. Значит, у меня идут здесь чернослив и курага. Закидываю чернослив и курагу. Забрасываю сюда клюкву, цукаты, грецкие орехи, кишью. Также у меня здесь тыквенные семечки. И изюм. Тоже все идет сюда. И все это перемешиваем. У меня кольцо без дна, и поэтому я оборачиваю его фольгой. И сейчас наше тесто, оно такое тяжелое. И выкладываем наш кекс, тесто для нашего кекса в форму. Постарайтесь выпрямить поверхность, как сможете. Ну, так супер, конечно, не надо, чтобы идеально ровно было. Но более-менее силиконовой лопаткой вот так вот можно пройтись. Все, и убираем торт выпекаться. Ой, не торт, а наш пирог выпекаться в духовку на 180 градусов. Примерно на 30 минут. И, как всегда, готовность мы проверяем деревянной палочкой. Потому что время приготовления у всех может быть разное, зависит от духовки. Все, пошли в духовку. Ну, а сейчас мы делаем крем. Все-таки я решила сделать это не просто кекс, а сделать торт. Ну, как всегда, я в середине пути меняю решение, что мне делать. Вот, так что у нас это будет торт, и делаем крем. Крем у нас будет крем-чист. Естественно, как я всегда говорю, можете использовать абсолютно любой крем, который вам нравится. Но мы делаем крем-чист. У меня здесь сливочное масло комнатной температуры. Я его сейчас взбиваю примерно одну минутку на средней скорости. Добавляю сюда ванильный экстракт. И в масло отправляем сливочный сыр и сахарную пудру по вкусу. И перекладываем крем в кондитерский мешок, чтобы было удобно работать. Можете это не делать, кто как привык. Итак, вот наш кекс. Вот такой вот красавец. Я ему срезала бошу, отрубила уже, потому что был небольшой такой горбик. И сейчас мы делим его на три равные части. Смотрите, каких три шикарных. Бисквита, теста, пирога, кексы у нас получилось. Вот такую красоту вы видели когда-нибудь. Представляете, сколько всего у нас здесь есть. Вы видели, какое количество сухофруктов и орешков мы сюда кинули. Сейчас, когда ножом я прорезала, я прям чувствовала каждый орешек. Вот этот хрусток. И так это прикольно. Не пробуйте делать это вот этой штукой, леской и резаком, потому что вы можете ее порвать. Потому что здесь очень много таких твердых субстанций, как орешки, сухофрукты какие-то твердые. Они могут не справиться. Делайте лучше бисквитным ножом. Вот, и сейчас мы все это будем покрывать кремом. Я не буду корж ничем пропитывать, потому что это тесто, этот бисквит кексовый. Он рассыпается во рту и здесь совершенно не нужно его чем-то пропитывать. Даже если он будет, ну, чуть-чуть, может быть, ну, не то что суховатый. Это просто не бисквит. Это вот совершенно не бисквит. Бисквит, но он более такой хлебный, наверное, да, бывает. А кекс, он совсем другой. Он вот рассыпается. Это вот маффин. Печенье. Печенье такое, да. Поэтому смысла нет пропитывать. Все, собираем наш торт. Печенье. Я géно Clone Том. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот такой торт в итоге у нас получился Я его украсила имбирным домиком и елочкой Я не показала вам как это сделать, на самом деле все очень просто У нас уже есть на канале видео, где мы делаем имбирный домик Очень-очень старое, одно из наших первых видео Но не переживайте, совсем скоро на днях мы заново сделаем домик И не один, а целых три Делать это будем, буду не я одна, а в кадре будут еще два человека Скажем так, создам интригу, вперед расскажу вам Так что домики будут и тесто все будет, так что не переживайте И давайте скорее мы его разрежем, потому что мне так интересно посмотреть, что внутри Вот эта вот куча сухофруктов и орехов, что в итоге у нас получилось Крем жидкий, да? Нет Естественно, я как всегда не дала торту нормальной пропитации И крему застыть, крем еще жидкий Но мне хочется скорее его попробовать и показать вам, рассказать Все равно на вкус это никак не повлияет Давайте это сделаем Он такой рассыпчатый Он такой новогодний Огромное количество специй Придают такую пряность В правильном количестве Плюс Плюс Огромное количество сухофруктов и орешков Он очень вкусный Он прям вот супер Мега новогодний Мне кажется, что лучше этого ничего не может быть Потому что тут сочетание всего Очень правильно подобрано Все Обязательно попробуйте приготовить этот торт на ваш новогодний стол Написать хэштег наш AlexMilana Выставить фотографию в инстаграм Открыть свой аккаунт, чтобы он был обязательно открыт Мы увидим эту фотографию Посмотрим И будем счастливы Всем всех обнимаем, целуем и пока-пока Вот посмотрите, сейчас у нас торт полностью охладился в холодильнике И вот так вот в разрезе это выглядит А то то, как я вам сейчас вот первый раз показала Конечно, уродство было полное Крем весь вытек И ничего не понятно было А вот это вот самый тот кайф То, что я хотела, чтобы вы увидели Каждый цукатик Фрукт Семечки Все это Орешки Все это видно Вот так вот в разрезе И такая красота получается Все На этом теперь точно все Пока-пока 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 Пока-пока